Где же эксперты на этом зеленом уровне зарабатывают деньги? А эксперты на этом зеленом уровне зарабатывают деньги как минеры, вот здесь. То есть, если можно помочь этому человеку справиться с неизвестной двигательной задачей, то если лицо, которое заинтересовано в том, чтобы эта ситуация что, не превратилась вот в эту схему, готово отдать деньги некому эксперту, я его вынесу вот сюда, вот сюда поставлю этого эксперта, чтобы он показал этой мини-замедленного действия, что как решить эту задачу, по сути разминировал ее, то в таком случае вот здесь клиент отдаст вам деньги. Только в том случае, помните, то что вы писали в правой колонке, за что он готов отдавать деньги. То есть, если он знает точно, что что, ситуация придет развиваться вот таким способом. То есть, если мы ему не дадим выхода из положения, найдутся люди, то есть, по сути, зеленый уровень, он характеризуется двумя видами отдачи денег. Мина замедленного действия отдает неким экспертам деньги за что? За реализацию, за реализацию ее неизвестные двигательные задачи, они ему помогают справиться с этой задачей. Либо мы отдаем деньги экспертам, чтобы они нашли эту минус замедленного действия и не дали кому-то получить деньги за решение его неизвестной двигательной задачи, чтобы вот здесь скорость не возникла. Это зеленый уровень, это желтый уровень. Давайте смотреть красный уровень, номер 4, спецмероприятие. Красный уровень, спецмероприятие. Как возникает спецмероприятие? Вот здесь возникает некая пробка, где отдаются деньги. Цель отдачи этих денег на красном уровне. Чтобы кто-то вместо меня сконструировал неизвестную двигательную задачу для кого-то, для некого лица. Эта двигательная задача породила невозможность этого лица справиться с этой двигательной задачей. Отчего бы возникла что? Некая скорость развития событий. Отчего бы рано или поздно возникла бы некая стабилизация. Видите, как это выглядит? Где же мы здесь получаем деньги? Только в одном месте. Только в одном месте. Вот здесь промежутки между этой и этой пробкой. Вот тут. То есть, когда уже случилось все, то есть, только на стадии конструирования. То есть, когда уже поставлена неизвестная двигательная задача, например, выстрел произошел, мы уже не нужны. То есть, после выстрела зачем? Там попадание, не попадание. Ну, не попали, тогда следующая будет двигательная задача поставлена. Новая. То есть, вот период конструирования. То есть, по сути своей, здесь деньги получаются, что? Два раза. Один раз теми, кто должен сконструировать неизвестную двигательную задачу, конструкторами. Второй раз, деньги могут быть получены экспертами, которые что? Не допустят возникновения, то есть, неизвестной двигательной задачи. То есть, эксперты, для которых все задачи известны. Вот, по сути своей, мы вышли на 4 схемы и 4 способа получения средств. То есть, давайте еще раз их пройдем. Желтый уровень. Человек готов рассчитаться, чтобы не возникла что? Скорость. Вот здесь. Если таковые деньги существуют, что? У человека в наличии, если он их может достать во время этой пробки. Сколько во времени пробка может длиться, неизвестно. Поэтому, успеет, успеет, не успеет, возникнет скорость. Тут уже денег давать нет никакого смысла. Только за то, чтобы спонтанный сценарий не возникли. Зеленый уровень. Здесь мы получаем деньги за то, чтобы разминировать минус замедленного действия. Чтобы не нашлись другие люди, которые возьмут у мины замедленного действия деньги, чтобы возникла скорость. Реализовать ее неизвестную. То есть, по сути, когда вы заминировали минус замедленного действия на зеленом уровне, у вас возникло что? У мины неизвестная двигательная задача. Которая что? Если он ее не решит, она его что? Разрушит. Соответственно, мина будет искать тех, кто за него решит эту задачу. Если он сам не может сделать, помните? За ответственность или за затянувшиеся проблемы, человек готов платить деньги. Вот здесь как раз бизнесмен может выбрать, дождаться, когда люди выполнят замину неизвестную двигательную задачу и принесут ему кучу вреда. Или что? Заплатить деньги экспертам, которые вы нашли эту мину и что? За нее разрешили эту неизвестную двигательную, то есть ее разминировали, выкрутили запал. Пусть взрывается сколько хочет. Поэтому здесь, вот в этот момент времени возникновения, чем быстрее вот здесь появляется эксперт, который понимает, что здесь могут дойтись люди, которые получат деньги в этой пробке и используют неизвестную двигательную задачу как систему собственного заработка. А таких людей, вот все охранные фирмы на Украине, они работают исключительно этим способом. Весь охранный бизнес, он сосредоточен на Украине вот здесь. Все охранные фирмы ищут минус замедленного действия, у которой стоит неизвестная двигательная задача против кого-то, чтобы показать ей, как решить эту неизвестную двигательную задачу для кого-то и получить на этом деньги. По сути, весь поиск клиентов охранного бизнеса на Украине сегодня сосредоточен вот здесь, на зеленом уровне. Все адвокаты, которые существуют, они работают вот на этом уровне. Вот схема работы адвокатуры всей Украины на сегодняшний день. Все сферы профессиональных услуг. То есть, если это физлицо или директор предприятия, вот, место, где сосредоточены все деньги сегодня на Украине. Мы ищем человека, у которого существует неизвестная двигательная задача и говорим, давайте мы вам решим этот вопрос против кого-то. То есть, из неизвестной превращаем в какую? В известную. Мы знаем, он не знает, он нам отдал деньги, и у них возникает вот тут что? Скорость до состояния стабилизации. Видите? А что же делают вот эти уровни на Украине? Это же интересно очень, как вы считаете? По-моему, очень замечательно, обсудите этот вопрос. То есть, весь бизнес сосредоточен вот здесь. Либо этим отдали деньги, либо вот здесь мина замедленного действия отдала деньги. Варианта два, других вариантов нет. Белый уровень назначается человеком и платятся деньги за то, чтобы неизвестных двигательных задач что? Не возникало. Почему возникают неизвестные двигательные задачи и вот это лицо назначенное не справляется? Вот с этим. И почему вот здесь можно что? Ловить промежуток получения денег. То есть, уже сработал. Уже сработало, можно ловить. Дело в том, что вот мы говорили с коллегами, помните, о профессионализме. То есть, он, человек вообще такое существо, которое что? Глубоко заблуждается относительно собственных преимуществ перед всеми. Глубоко заблуждается.